Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 23 по 26. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 11. Глава 11. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь своим ученикам. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Слова данного евангельского отрывка Господь наш Иисус Христос произносит возле сухой смоковницы, которую он проклял, как не имеющую плода. И в этих словах Спаситель дает нам три наставления молитве. Во-первых, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Молиться надо с верой. Как указывает Александр Павлович Лопухин, ученики при молитве о чем-нибудь должны верить, что они это получат. Можно сказать, что вера ставит молящегося в такое положение, когда он представляет себя уже получившим от Бога все, о чем он молится, чего желает. Фраза о сдвигании гор была в то время типичным оборотом со значением устранять трудности. В частности, ее употребляли для характеристики мудрых учителей. Хорошего учителя, который мог устранить трудности, возникшие в умах его учеников, называли сдвигающим горы. Во-вторых, потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Молиться нужно в надежде и ожидании. Общеизвестно, что все, что делается в твердой надежде на успех, имеет во много раз больше шансов. У больного, который, обращаясь к врачу, не верит в действенность прописанного ему лекарства, меньше шансов на выздоровление, чем у того, кто уверен, что врач может вылечить его. Никогда нельзя молиться лишь формально. Молитва не должна стать бессодержательным ритуалом. В-третьих, еще одно наставление о молитве звучит так. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Речь идет о молитве милосердия. Как пишет святитель Феофан Затворник. «Кто не отпускает грехи другим? Праведник или тот, кто хочет казаться праведным? Последнему ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным? Тому до других нет дела. Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божиим». Молитва ожесточенного человека не может проникнуть сквозь стену его вражды. Бог основывает все на любви, потому что он и есть любовь. Если же человек кладет в основании своей жизни горечь и враждебность, то он воздвигает стену между собой и Богом. Чтобы получить ответ на свою молитву, такой человек вначале должен просить Бога очистить его сердце от духа враждебности и вложить в него дух любви. Лишь после этого он может обращаться к Богу, и Бог может ответить ему. Так, дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос раскрывает для нас с вами основные правила молитвы. Это твердость веры, надежда и ожидание просимого, а также чистота сердца без доли осуждения и обиды на кого-либо. И только при исполнении этих божественных правил наши слова будут всегда услышаны Богом. Помогай нам в этом, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok